Итак, уважаемые господа, это ютуб канал Жирный Голубь, если не подписаны, то подпишитесь, ставьте лайки и дизлайки, короче, скидываем донаты, пишем всякие разные комментарии, вот. А у нас сегодня дегустация пива, охота крепкая, да-да, не удивляйтесь. Вот, как бы, мне показалось это несправедливым, потому что у нас была же Балтика-девятка, да, а охоты крепкой ещё не было. Но это же несправедливо, да, правда? Вот несправедливо вообще, да, вот. Но на самом деле история чуть другая была, сейчас я её расскажу вам, что произошло на самом деле. Короче, грустно всё было, да, 5 дней ничего не пил алкогольного, да, вот, вообще не прикасался, да, короче, потом деньги что-то кончились, короче, 2 дня, да, 2 дня вместо сахара, короче, закидывал в чай эту самую сахарную пудру, да, вот, и вполне нормально было, да. Но подумал, что хватит так жить, да, вот, наскрёб, короче, мелочью 100 рублей, да, наскрёб, короче, 90 с чем-то, практически 100, да. Пошёл в магазин, короче, купил от сахара нормального за 36 рублей. И вот эту охоту крепкую за 44 рубля, вот. Вот такая вот история, да, думал хряпнул, вот, и нормально будет, короче. А, кстати, спешил эдишн охота, охота крепкая спешил эдишн. Смотрите, господа, да, вот, спешил эдишн. Видите, вот, какой-то Олег Тактаров сфотографировался для этой охоты, вот, видите, какая банка, да. Вот, если вы будете охоту пить, вы со временем станете на него похожим, у вас будет именно вот такое вот лицо, да. Так что это в тему, да. Вы будете думать, что вот такой, как вы вот здесь вот нарисованы, да, что вот такой. А на самом деле вы будете таким, вот, короче, если вы будете пить охоту, короче, каждый день будет. Короче, за 10 лет станете вот таким, будет лицо вот такое вот у вас в точности, да. Вот, только ещё немытым бомжом будет от вас пахнуть. Вы не будете ни в крутом вот этом, прикиньте, да, охотникой с ружьём. От вас будет просто немытым бомжом пахнуть. Вот и всё, да. Охота крепкая, это вообще-то легендарное пиво, да. Школьники его считают самым плохим, да. Но остальные люди, как бы, особенно в деревнях его хрещут прям, да, постоянно, да. И поэтому он получает награды, 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 да. Всякие разные, да. Вот. И оно относительно недорогое, все люди его в деревнях хрещут, да. В целом, да, отравиться им нельзя, короче, да. Если будет при плохом хранении, то проблеёшься, короче, да. Отравиться этим пивом и умереть нереально вообще-то, вот. Поэтому оно и ценится. Поэтому потребители живут долго, да, и вот это всё производится и производится бесконечно просто. Давайте смотреть. Так. Охота крепкая. Вода питьевая, очищенная. Сол пивоварный, ячменный. Ячмен пивоваренный, мальдозный сироп или сахар. Или хмельепродукты, короче, буква КОТ. Что-то что-то, что-то такое непонятное, да. Изготовители, короче, хайники. Объединённые пивоварные хайники. Россия, Санкт-Петербург или Омск, или ОПХ, или Иркутская область, или Екатеринбург, или где угодно, короче, вот. Всё, что нужно знать, в общем-то, вот. Какими вы будете, да, вот. Вы станете таким, если будете пить его 10 лет каждый день, да. Вот так вот вы будете выглядеть в точности, да. Только в одежде будете не мытого бомжа, всё это понятно, да. Вот, смотрите, охота крепкая, вот. Вот. Короче, что на окне-то случилось, смотрите. Небольшая замена часов, да, потому что это невнятный нифига, да. Но в честь замены разрешения видео и стабилизации появления, вот, я и новые часы поставил. Должен же как-то новый сезон начинаться, да. Вот, не алкашный сезон, а новый сезон, в смысле. Улучшение качества, да, надо всё-таки. И раз я про донаты говорю, надо всё-таки качество улучшать. Давайте короче наливать. Мы, короче, балтику или что-то такое с горла дегустировали. По-моему, толстяк крепкая, что-то такое, не помню. Теперь будем наливать, как кароли настоящие. Я напоминаю, это обжор, так что без пауз, без всего такого, без монтажирования. Всё будет у нас честно. На окне лютая жара, вот это меня напрягает. Единственное, что всё остальное ещё терпимо, да. А вот лютая жара на окне. Блин, вот так поставить охота крепкая, чтобы стояла хоть. Видно было, что она охота крепкая, вот. А жара, короче, дикая, да. Меня прям напрягает. Вот очень прям. Хочешь чем пахнет, пока пенится, давайте. Обычным крепким пивом-то, по сути, да. Чё тут такого? Чё тут такого? Пока ничего не вижу. Экстра какого-то дикого. Блин. Вот неровная поверхность, это сбоку меня раздражает. Эти картины прям. Вот так вроде хорошо. Давайте, короче, ждём сейчас. Сейчас на 3 секунды и осянет, короче. Это пена. Вот. Я это пиво, хотя и пиво иногда не особо-то, я его люблю. Вот. Оно не особо вкусное, в общем-то. А так оно по действию, оно просто, лайк заслуживает невероятно. По действию это пиво офигенное просто, если честно. Оно недорогое, офигенно зашибает, да. Закачивает нереально, короче, да. Короче, да, всяких акцизов оно стоило 17 рублей, да. Самые дешёвые все смеялись. Чё, там 17 рублей, да вы чё. Там просто нормальное просто пиво раньше стоило 23 рубля, а вот это стоило 17, да, где-то. Вот, до акцизов, до этих. А с акцизов, как акцизов ввели, да, на литр, короче. Оно стоило, соответственно, стоить, нормальное пиво стоило стоить 52 рубля, а вот это вот стало, по-моему, 36, что ли. Чё-то такое, да, вот. Как-то оно так было, вот. Куча акцизов зашибает просто невероятной, короче. Половина цены вот этой баночки, это и есть акциз. Вот, Российская Федерация, ничего не поделать. В какой стране живём, да, как озон говорит. Так что давайте, короче. А вот запах после того, как пена сошла, уже как-то неприятно. Но всё равно он соответствует крепкому пиву такой. Я даже знаю, с чем сравнить, да, короче. Вот неприятный запах, я знаю, с чем сравнить, короче. Вот. Отвертку понюхайте. Вот натуральную отвертку понюхайте, будет то же самое. Да, примерно то же самое, если они без пластика, без пластикового корпуса, короче, лежат эти отвертки, хранятся, да, то понюхав отвертку, да, вот. Будет то же самое, короче, запах какого-то металла в масле, короче, вот так как-то. Мне кажется, запах такой, я не знаю прям. Вот. Ну давайте, короче, хряпнем. За подписчиков, комментаторов, хейтеров и донатеров, вот. Так что до дна придётся. Не, не смог, короче, выпить до дна. Вот, за хейтеров не пьётся особо, короче, да. Короче, вкус пока не понял, обычное крепкое пиво, по сути, да. Действительно оно не самое худшее. Вот, балсика девятка намного хуже, по моему мнению, по эксперту дегустатору, да. Вот, да, 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 я знаю, да, 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 да. Я знаю, знаю, что вы напишите в комментариях, опять что. Много да говорю, бывает. Так, давайте. Короче, пиво нормальное. Уже не балсика девятка, не этот Амстердам вонючий, да дорогой. В чёрной банке его гораздо лучше всё-таки. Даже вкусное пиво, чуть горьковатое просто, и всё. Даже чуть-чуть-чуть, короче, горьковатое, да, а так оно вкусное. Нормально, нормально, нормально. На рыбалке пить как раз, потом варятся, да, она около проруби говорит, нормально, 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 вот, вот так. Ой, ещё целый стакан набирается, офигеть. Охот пьём на огне. Три часа ночи. Сколько? Сколько там? Три двадцать восемь на жёлтых часах, а тут на этих часах три двадцать две минуты. Вот эти часы, они точнее, да, они с какого-то крутого набора были. Так. Вот легенда ММА, да, но если он охоту пил, грустно, конечно, да, не пейте охоту, а то лицо будет страшное просто, понимаете, да. Ничего против этого бойца, да, это, вроде, боец, да, против бойца ничего не имею, но действительно лицо таким становится, если охота пить, да, вот, поэтому я, ребят, говорю, у всех, короче, если не пьёте пиво, да, не пейте его вообще лучше, ну его нафиг. Вот, и вот эти награды, они ничего не дают, да, собственно, да, вот, но оно хорошее относительно, да, из крепких оно, наверное, лучшее действительно, поэтому всё-таки номер один. За какие-то года оно номер один в России, да, но состав многократно менялся, я напоминаю, потому что это всё-таки, как его, да, как дешевле, так и делают, да, поэтому состав и качество многократно менялись. И в какие-то годы, короче, после 2010 года, да, это пиво, охота крепкая, оно стало намного вкуснее, да, по-моему, да, вот, да и даже не 10-го, у кого-то, 12-го, да, до этого оно вообще фиговое было, невозможно было смотреть, не нюхать, короче, не слуха, как это ягуар, кучу банк открываешь, и на полу улицы им пахнет, вот, и ховном этим, да, вот, как будто ты уже обоссанный алкаш, да, вот, вот. А потом оно улучшилось гораздо, да, вот, и в результате, опять да, говорю, да что ж такое, не могу с этим бороться, ладно, извините, вот. Вот, а потом оно улучшилось и стало намного вкуснее, кто давно его пьет, подтвердите, да, подтвердите мое мнение, что оно улучшилось. Я больше иногда дегустирую и все равно заметил, что оно улучшилось, вот. Вот, такие, блин, дела, давайте. Ни одна капля не пройдет ни у меня, вот. Горло аж першит, короче, да. Но обжор, он не позволяет нам включить запись, монтировать чего-то, нет, не позволяет, это обжор все-таки, да. Да, мы переходим от дегустации к обжорам, короче. Обжор придумал Влад Савери, так что ничего нельзя монтировать. Вот, пузыри ушли. Пузыри ушли, кстати, по цвету мы не посмотрели нифига в этот раз. В этот раз мы по цвету ничего не посмотрели. Нормальный пивной цвет, правда зеленоватый. Вот, короче. Крепкое пиво, оно страдает таким, что цвет в зелень отдает, да, вот. Вот, если вы видите зеленоватый цвет пива, значит оно крепкое. Вот, не знаю, почему это, с чем это связано, кто знает, господа, напишите. Если можете, если точно только знаете, да. Если это не угадка какая-то, да. Если вы точно знаете, с чем это связано, вот, напишите, пожалуйста. Вот, а то я не знаю сам, отчетово выступаю только. Так, давайте допивать. Ой, какой-то ужас, короче, под конец. Хочешь, под конец этого пива, да, на дне, короче, давай, горечь какая-то. Вот, вот, действительно, теперь почувствовал, да. Ой, господи, йо-то твоя. Йо-то налево, 4G Wi-Fi. Ой. Короче, под конец почувствовал, что в чем, в чем, в чем она плохой, это, а. Вот, под конец, короче, от какой-то начинается, да, в нем. Короче, оно на дне было, да, как, короче, да, вот это, что на дне там было, там, короче, от какой. О, это полнейший. О, йо-то, блин, 4G. Туда ее, в мехафон. Так, давайте все-таки допивать. Почти, однозначно, тройка все равно, короче. Как бы я не хвалил вот эту верхнюю часть, да, которую вначале пел. Ой, как бы я ее не хвалил. Нет, все-таки, господа, ну, что это такое, что это за дрянь, такая? Что это за дрянь, а? Ой, господи, йо-то, йо-то в мехафон, короче, все. Йо-то ее в мехафон, да? Короче, тройка с минусом, ну ее нафиг. По вкусу тройка с минусом, да, короче, все. Неоднородная смесь, да? Не разблодяжили нормально. Давай, до пивашки. Ой, блядь. Йота-мегафон, блин. Йота-мегафон. Не, под конец вообще от какой-то полнейший горечка, короче, пиздец. Несъедобные вообще становятся. А, трава какая-то, да? Да ладно. Ой, блин. Вот сейчас он двойку заслужит, да, вообще прям. Невозможно это терпеть. Вот. Невозможно это терпеть. Издевательство, короче, нет. Жирными глубями, видеоблогерами. Вот, охоту это купил, блин. Надо было бочку брать. Светлую бочку, не выступать. Бочку лакать. Вот. Бочку бы вылакал, как будто бы ничего и не пил прям. Вообще, да? А это я почувствую, что я ее выпил. Издевательство, конечно, что-то народом адовая, конечно. Ой, блядь. О, блин. Нет моих слов. Охота крепкая, нет моих слов. Ой, блин. Даже консервы, смотрите, хорошие. Сардинины, блин. С такой, этой самой, такой хорошей консервы. С такой хренью. Не, они сочетаются, короче. Вот, пусть они дальше там лежат, не будут. Закусывать ничем. Невозможно, это хорошие консервы. Вкусные, блин. А вот это невкусные нифига. Давайте так что. Допивайте итоговую оценку. И все-таки, господа, три. Все-таки три. Не так уж ужасно, да? Но, короче, так иногда, короче, горечь какая-то и лезет, блин, оттуда из этой охоты. Такая иногда горечь лезет, что невозможно прям вообще. Вот. Кочу-тройку заслуживает, да? По эффективности и цене пятерка, короче, да? Вот. А по вкусу, короче, тройка, если тройка, да? По вкусу, да? И баланс, короче, средняя тройка, да? Вот. Где-то тройка, да, это все получается, да? Вот. Поскольку эффективно, но ты не захочешь. Оно эффективно, но ты не захочешь. Если у тебя денег, хотя бы есть на 10 рублей дороже, больше, да? То есть, то ты не захочешь такое. Вот. Ни в коем случае ты не захочешь. Ее даже, по-моему, бомжи не берут, кстати, нифига, эту охоту. Знаете, что бомжи берут, да? Они эту хрень не берут, нифига, эту охоту крепкую. Они вместо охоты крепкую берут, короче, тори голдмайн за 67 рублей, полторах, уберут, да, голдмайна. Тори эту, блин. Как ее? От Балтики, короче, жигулевская, там. Короче, по 25 рублей можно тоже. Вместо вот одной охоты можно, короче, взять две обычных вот баночки, да, светлого пива и прекрасно выпить, да? То есть, ни один бомж такое даже не возьмет. Вот это какие-то... Не знаю, какая категория... На какую категорию это рассчитано? Действительно, на деревенский, которым важен только эффект, да? И который не хотят водку пить. Хотят пиво именно, вот. Ну и чтобы и по шарам это самое им стукнуло, вот. Так что тройка, тройка и тройка, да? Вот. Короче, адовая, короче, горечи надо вырезать. Это невозможно. Вот поэтому и тройка. А так по эффекту оно классное, конечно. Тушите, господа, прям свет. Пуш уже 3 часа 31 минута. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok